МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оно состоится в октябрьском докладе Международного валютного фонда о развитии мировой экономики, сообщает агентство Инфотак. В апреле МВФ прогнозировал для нашей страны рост ВВП на 0,3% и среднегодовую инфляцию на уровне почти 22%. На 2023 год МВФ прогнозирует рост молдавской экономики на 2,3%, а в среднесрочном периоде годовой рост ВВП составит 5%. Что касается инфляции, то в 2023 году она сократится до 13,8%, а к 2027 году может достичь уровня в 5%, что соответствует целевому коридору Национального банка, считают в Международном валютном фонде. Недавно премьер-министр Наталья Гаврилица подтвердила, что экономика Молдовы находится в стокфляции. По ее словам, национальная экономика переживает кризис предложения на фоне одновременного роста цен, замедления экономического роста, удорожания производства и снижения рентабельности. Ранее правительство прогнозировало рост ВВП в текущем году в пределах 0,3% из-за роста цен на энергоносители и военных действий на территории Украины. В свою очередь, Всемирный банк в июне выступил с прогнозом, согласно которому в этом году Республика Молдова войдет в рецессию со снижением на 0,4% по сравнению с ростом почти на 14% в прошлом году. В следующем году Всемирный банк ожидает рост экономики Молдовы на 2,7%. Темпы роста инфляции, по прогнозам главы Национального банка, будут умеренными. Молдова импортировала первые 100 мегаватт электроэнергии из Румынии для обеспечения третьей необходимого потребления после того, как пострадавшая от ракетных обстрелов Украина прекратила поставки. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Барасан. По его словам, электроэнергия закупается компанией «Энергоком» у предприятия «Хидроэлектрика» и транспортируется по линии электропередач «Исакча-Вулканешты». Госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития проинформировал через Фейсбук, что распределение трансграничной пропускной способности осуществляется ежедневно совместно операторами АО «Молдэлектрика» в Молдове и предприятием «Трансэлектрика» в Румынии. В национальной энергосистеме обеспечен производственно-потребительский баланс, написал Константин Барасан. Импорт электроэнергии из-за прута стал возможным после того, как 12 октября правительство Румынии утвердило чрезвычайное постановление, согласно которому производители электроэнергии обязаны заключать двусторонние контракты с АО «Энергоком» поставщиком, назначенным к обминам Молдовы. Поставки будут осуществляться в зависимости от имеющегося объема. Румыния продает электроэнергию Молдове по цене ниже рыночной, а именно 90 евро за мегаватт-час. Остальной объем по-прежнему будет поступать от молдавской ГРЭС. В октябре стоимость электроэнергии этого производителя составляет 62,5 доллара за мегаватт-час. Напомним, в марте правительство добилось синхронизации электроэнергетической системы Республики Молдова с европейской. Республика Молдова получит от Румынии 25,5 миллионов евро на реализацию проектов в стратегических областях. Как уточнили в правительстве, деньги будут направлены в сферу образования и на повышение качества услуг населению, в том числе в рамках проекта «Европейское село». Данные финансовые средства являются частью безвозмездной помощи на общую сумму в 100 миллионов евро, предоставляемых в соответствии с двусторонним соглашением о технической финансовой поддержке, подписанном в феврале премьер-министром Натальей Гаврилицей и ее румынским визави Николай Чуке. Период реализации соглашения – 7 лет с момента его вступления в силу. Далее о происшествиях. Авария со смертельным исходом произошла в Еловенском районе. 43-летняя женщина погибла после того, как автомобиль, в котором она находилась, вынесла с трассы и он несколько раз перевернулся. По данным полиции, машиной управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов предварительно установили, что 43-летний мужчина, управляя автомобилем «Дача», не скорректировал скорость с учетом дорожных условий, не справился с управлением, машину занесло на обочину и она несколько раз перевернулась. Инцидент произошел вечером 13 октября около села Костешты. Пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм. Тест показал, что у водителя концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе почти в пять раз превышала допустимую норму. Он был задержан на 72 часа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Какое наказание грозит водителю, станет известно по завершении расследования. Авария ранним утром в Аргеевском районе. В больницу доставлены два человека с травмами различной степени тяжести после того, как водитель уснул за рулем из-за усталости, сообщили в полиции. 51-летний мужчина ехал в сторону Бельц, но недалеко от села Миток, съехал со своей полосы и врезался в стягач с полуприцепом. После столкновения водителя и его пассажирку, оба являются гражданами Украины, забрала скорая помощь. Мужчина в тяжелом состоянии, госпитализирован в реанимацию с ушибом головного мозга. У женщины перелом ребра, она помещена в травматологическое отделение. Ее состояние средней степени тяжести. Продолжаем проводить все обследования, необходимые для исключения других угроз для их здоровья. Правоохранители утверждают, что в момент аварии ни один из управлявших транспортными средствами не находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному делу проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств. Таможенная служба представила подробности о проведенных в четверг обысках на нескольких внутренних таможенных постах в Кишиневе. Как следует из представленной информации, всего проведено 16 обысков по делу о контрабанде, более 7 тонн одежды и товаров широкого потребления из Турции. По данным следствия, в контрабандную схему могли быть вовлечены и сотрудник таможни и таможенный брокер. В ходе обысков, проведенных управлением таможенной службы по борьбе с мошенничеством совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам, выявлен ряд нарушений. В частности, установлено, что в таможенной декларации указаны совсем другие товары, более дешевые, чем те, которые обнаружены сотрудниками правоохранительных органов в проверенном транспорте. Сейчас производится оценка товаров. Под подозрение попали один из сотрудников таможни, таможенный брокер, а также ряд юридических лиц. В настоящее время следователи устанавливают их причастность к делу о контрабанде. Как отмечается в пресс-релизе таможенной службы, с начала 2022 года попавшая под подозрение фирма везла в Молдову еще 33 партии грузов. Вопиющий случай насилия в семье произошел в Единицком районе. Внук подозревается в избиении 86-летней бабушки. Как сообщили в полиции, инцидент произошел накануне, во время ссоры родственников. Отмечается, что пенсионерке потребовалась медицинская помощь. 13 октября около 15.00 в полицию Единиц поступило сообщение о том, что женщина обратилась за медицинской помощью после конфликта с внуком. Пресс-секретарь Единицкого инспектората полиции сообщила, что более подробной информации по данному делу пока не располагает, но сможет предоставить ее позже. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжаем выпуск. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...